Всем привет! С вами я, Татьяна Шадарина, а вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время вдохновиться свежим выпуском журнала Я Шью капсула для мальчиков или капсула для мальчиков-подростков, тинейджеров. Я с удовольствием расскажу сейчас об этом журнале, вместе полистаем, посмотрим. Почему с особым удовольствием? Потому что у меня младший ребенок как раз вышел из раздела, скажем, детей и еще не попал в раздел взрослых. И вот такой какой-то переходный период, когда и толком выкроек нет на нас, и толком одежды в магазине нет, потому что не соответствует рост и обхват, и поэтому приходится много одежды шить самой. И тем более какие-то вкусы у ребятишек сейчас такие, что сложно подобрать в магазине одежду, чтобы полностью соответствовало. То нам печать не нравится, то нам цвет полнее не нравится, ну в общем такой сложный период. Поэтому я думаю, сшитые вещи своими руками для подростков, тинейджеров, это будет вообще просто лучший выход. Есть еще такой же журнал для девочек, подростков, но я вот его не стала покупать, потому что, ну не стала, потому что нет у меня ни дочек, ни племянников в таком возрасте. Думаю, ну не буду пока покупать. А вот для мальчиков я взяла и планирую шить по нему несколько прямо вещей к летнему весеннему гардеробу. Ну по крайней мере начну с футболки, хотя у меня есть выкройки футболки из отобры, но я хочу попробовать из этого журнала. Это российский журнал, напомню, я шью. За 20-й год вышло несколько номеров этого журнала, и были у них и плюсы, и минусы, есть и недостатки. Но самое главное достоинство этого журнала, то что модели здесь идут в капсульном гардеробе. То есть можно шить буквально все вещи, и это полностью закроет проблемы с гардеробом. В последнее время в журнале стали предлагать вот так называемые подарки. Это вот такой целлофановый пакетик, в который входят выкройки. И в этом выпуске вот такой подарочек, это линейка для разметки припусков, и еще вот я не знаю, видно, не видно, для разметки петель. Вот видите, какая линейка? Есть прорези для петель, и можно легко разметку петель делать. На мой взгляд, самые распространенные петли. И вот маленькие линейки. Во-первых, прямой угол есть для разметки припусков 2 см, 0,8, 1, 3 см разметка. Это удобно для подгиба к низу. Это для каких-то защипов удобно такие, или для складочек. Ну вот, мне кажется, очень такая удобная линейка, если у вас нет пластиковой, то это вполне подходит. И кстати, она такая прям качественная, не простой картон, а очень крепкий такой ламинированный, видите? Я думаю, что она прям ей удобно будет пользоваться. Хороший подарочек. Линейка подобная у меня есть, картонная, скажем, не очень привлекательная, но с другой стороны, вот почему-то в этих линейках не было разметки для петель. И я думаю, что с удовольствием буду пользоваться этой разметочкой именно для петель. Еще два слова скажу про выкройки, потому что как расположены выкройки на листах с выкройками, это главное достоинство, тоже одно из главных достоинств этого журнала. Посмотрите, очень легко считываются детали кроя, вот сразу видно, что это футболка, вот рукав для футболки разными цветами, под разные размеры идут указатели. В общем, удобно, все удобно. Единственное, было такое замечание по моделям, что не было разметок, скажем, для коленей, не было разметок рассечек на стыковке. Но вот здесь сразу приходит в голову, смотри, на рукаве есть, на брюках я смотрела, там тоже уже увидела. Ну, посмотрим, журнал развивается. Так что, надеюсь, журнал будет становиться все лучше и лучше. Голосуем рублем за наш российский журнал. Давайте смотреть уже этот журнал. На обложке сидит мальчик в костюме спортивном. Трудно разглядеть, но одно понятно, мне кажется, что костюм из футера. Видно, что с капюшоном и с завязками. Давайте с технических рисунков начнем, как всегда. Что у нас здесь есть? Представлено 15 моделей, из них одна сумка, ну, можно сказать, 14 моделей. И по выкройкам мне показалось, что они не повторяются, модели. На первом развороте мы видим несколько образов из одежды, которая представлена в этом журнале. Редакция журнала придерживается этой политики, что одежду предлагают капсульным методом. Вы можете шить несколько вещей, и это практически закроет все проблемы или все задачи вашего гардероба. В данном случае задача старшего старшеклассника. Школьные брюки с школьным пиджаком и рубашка, скажем, для рабочих будней у нас полный комплект. Но для меня не хватает еще жилета, потому что чаще всего мой парень ходит в жилете. Жарко, потому что здесь дальше идет спортивный такой образ или casual формат. Это свитшот и брюки-карго. Дальше у нас идет парка, наверное, и брюки. А в брюке, кстати, классический. Ну, это, скажем, школьный такой тоже образ с верхней одеждой. Еще одна дается курточка. Курточка с брюками спортивными. Здесь у нас худи со спортивными брюками. Здесь бомбер со спортивными брюками. В общем, сочетание классное. И действительно, мне кажется, это буквально вот все потребности мальчишек закрываются. Нашить несколько футболок, сшить, не знаю, там, например, одни или двое шортов. И даже и на лето, и на весну, и на школьные будни потребности все удовлетворяются. И, кстати, вот этот вот худи или как его бомбер, толстовка с кривыми вот этими линиями, тоже, мне кажется, очень модненькая такая. С глубоким капюшоном, как сейчас подростки любят. На этом развороте у нас пиджак. Мы с вами технические рисунки посмотрели там на листе технических рисунков. Мне, кстати, очень понравилось сочетание, что такое, что пиджак и брюки сшиты из разных тканей. Ну, все-таки это так, более носибельно, наверное. Все очень модненько, открытые щиколотки, укороченные брюки. Что сказать по пошиву? Во-первых, журнал предлагает или редакция предлагает мастер-классы на канале YouTube. Вы можете заглянуть туда и посмотреть. Там, правда, коротко достаточно. Там буквально в 15-20 минут обычно весь пошив вкладывается. Ну, по крайней мере, схематично, да. Но, конечно же, сшить пиджак и, например, классические брюки, это достаточно трудно. Наверное, все-таки не для новичков. Новички все-таки идем покупать в магазин эти вещи. А те, кто уже немножко с опытом, думаю, стоит потренироваться отдельно. Если вы ни разу не шили, например, карман с клапаном, как выполнить отдельно узел. Вот этот воротник английского. У брюк, например, карман с подкрайным бачком, гульфик. Если вот эти отдельные детали вы попробовали сшить, тогда и у вас все получилось на образцах, скажем так, тогда стоит, есть смысл браться целиком за костюм. Конечно, костюмы и брюки мы шьем в каких случаях? Когда наши мальчики растут, скажем, непропорционально. У кого-то слишком длинные руки. У меня, например, старший сын пока взрослел, у него был, например, 46 размер одежды и очень высокий рост. Мы практически в магазинах ничего не могли на него подобрать. Брюки были все короткие, если они были по размеру, пиджаки были с короткими рукавами. Поэтому мне приходилось, конечно, сшить периодически. И если у вас такая стоит задача, то стоит прям выделить время и потренироваться. Ну, как вы видите, пиджак абсолютно классический. Подрезные бачка, маленькая вытачка, двушовный рукав, классический английский воротничок, три пуговки и карманы с клапанами. Конечно же, он будет на подкладе. Вот здесь будут у нас три или четыре пуговицы. Абсолютная классика, классика, классика. Здесь у нас рубашка. Я даже не буду технический рисунок близко показывать, потому что абсолютная классика. Застежка на планку, кокетка, переходящая со спинки наперед. У нас воротничок на стойке отложной, манжеты с застежкой на планку по мужскому типу. В общем, классическая рубашка. Ну, разве что, может, кармана вот здесь не хватает. Но я думаю, что с карманом легко разобраться самим. В каких образах участвует эта рубашка? Ну, практически во всех. И с курткой, и с школьными брюками, и с верхней одеждой. В общем, рубашка, она и есть рубашка. На этой страничке у нас идет поло. Поло шьется из трикотажной ткани. Можно, мне кажется, с футера двунитки выполнить. Из кулирки, наверное, тонковато будет. И, кстати, по этой же выкройке можно шить футболку пола, рукав укоротить, все остальное повторяется. Технический рисунок. Манжеты пришиваются просто, нет проблем. Единственная сложность, это выполнить вот такую застежку пола. Ну, тоже, если вы решили сшить такие рубашки для своего сына, то потренируйтесь пару раз, делайте на образцах, поймете, в чем дело. Сейчас мастер-классов много подобных. И все будет получаться. Ну, скажем, выполнить вот этот узел, застежку с воротником, по времени займет столько же, сколько шить всю остальную рубашку. Но все вполне реально. И вполне реально тренироваться, сделать все аккуратно. Можно здесь сделать пуговки, как на образце в журнале. Можно сделать кнопки. В общем, на наш выбор. На этой страничке модная толстовка с косой молнией. Я уверена, что ее будут шить очень много мамочек для своих старших классников, старших подрастающих мальчишек. Давайте посмотрим технический рисунок. Вот так она интересно устроена. Спинка и рукава, как обычно. Манжеты приточены. Но, правда, удлиненные, мы видим. Можно даже сделать их с вырезом, с дырочкой для пальчика, чтобы совсем длинные были. И интересный такой косой запах. То есть центр у нас вот здесь, и запах уходит далеко до плеча. И большой капюшон. Глубокие, высокие. Если его расстегнуть, этот бомбер, или толстовку расстегнуть, то получается он как эффект воротника. Мне кажется, очень интересная модель. На этом развороте у нас худи. Худи из классического футера. Можно шить как из двух нитки, так и из трех нитки с начесом, с петлей. Из трех нитки с петлей можно. Ну, даже не знаю, что сказать, потому что классика-классика. Мне здесь понравилось то, что капюшон не очень объемный, но бывают такие прям сильно огромные. Мне кажется, здесь он такой умеренный, умеренного размера. Немножко воротничок у... Есть немножко стоечка впереди у капюшона, как мы видим. Карман кенгурушка с отделкой из рябаны или из кашкорсе. Свитшот. Еще один свитшот. Интересное название в такие всевозможные. Рандом прикольные. Здесь мы видим из интересненького это рукав-реклан, переходящий в стойку. Интересно. У нас сделан подрез по переду, в который вшит... В этот подрез вшивается кармашек, и потом от этого подреза вертикальный шов, в который втачивается молния. Удобно сделано. Шить... Вточать молнию в шов проще, чем просто в открытое, скажем, пространство. И у нас еще, как мы видим, молнии в боковые швы вставлены для интереса. С брюками карго, с накладными карманами. Все вполне носибельно. Легко ли сшить такой свитшот? Ну, конечно, его сшить немножко посложнее за счет того, что придется втачивать молнии. Ну, тоже скажу, что втачать молнии вот здесь в шов, здесь тоже в открытый шов не так уж и сложно. Не слишком трудная задача. Но зато интересны декоративные детали. На этой страничке, на этом развороте у нас футболка. Футболки, конечно, можно сказать, что расходный материал. Лично я, например, своему подрастающему сыну, подростку, шью футболок за учебный год, мне кажется, десяток, наверное. Потому что нужны белые, они быстро заляпываются. Нужны цветные, мы из них быстро вырастаем. И футболки, по-моему, то, что я шью постоянно. Так что, я думаю, что и вы тоже легко сейчас будете шить футболки, если до сих пор не шили. Футболка, мне кажется, самое простое, что можно шить из трикотажа для семьи. У нас на мастер-классы приходят девочки вообще не шьющие и шьют футболку вместе с преподавателем за 2-3 часа. Так что, если наловчиться, футболка шьется примерно за час. Надеюсь, я вас вдохновила, в каких образах участвует эта футболка. Даже не стоит говорить, потому что футболка уместна, по-моему, всегда. Лонгслив, чем отличается, это та же футболка, только с длинными рукавами. Здесь она у нас шьется с манжетами из рибана или из кашкорсе. Можно их шить без таких манжет, просто подвернуть края, а горловинку обработать тоже точно так же этой тканью. Я вот, кстати, не знаю, называют лонгсливы, или муж у меня их называют водолазками, шью взрослому мужу, мужчине, годами тоже, потому что сложно найти их такие базовые, чтобы не было никаких рисунков, и вот, как бы, приходится шить самой. Так что, я думаю, тем, у кого есть потребность шить такую одежду для мужчины своего, тоже классная футболка. Шьется такая вещь очень просто, главное, один раз подобрать выкройку. Чем удобна такая выкройка, ее можно скорректировать, удлинить, например, рукав, удлинить саму футболочку, или взять, например, расширить по бокам, если вот, ну, для более старшего мужчины нужно будет. Поэтому, выкройка базовая необходима. Куртка Flex, такого еще в нашем шунале не было, куртка в квадрате, то есть, значит, как будто их две куртки. Куртка, которая выворачивается наизнанку, двусторонняя, так называемая. Но, вот, лично я, не сторонник того, чтобы шить вот такие вещи. По мне, так лучше шить две штуки, две куртки, и носить их, как две именно. Ну, если вам нравится такая идея, хочется заморочиться, на мой взгляд, качество двухсторонних вещей немножко страдает, потому что, чтобы не выворачивались края, например, ну, вот, как-то начнете шить, вы поймете, что есть такие нюансики, когда лучше все-таки шить куртку на одну сторону. Ну, вот как есть. То есть, фактически, я бы сказала, что здесь есть два варианта куртки. Вот, давайте посмотрим технический рисунок. Вот, посмотрите, один вариант куртки, это простеганная курточка в горизонтальную полоску с карманами на листочке и с капюшоном. Капюшон, кстати, тоже классная форма его, с поперечной деталью, такой капюшон лучше сидит по голове, менее, ну, в общем, лучше сидит, не смотрится гребешком на голове. А вот второй технический рисунок, как обратной стороны куртки, здесь накладные карманы. Молния должна быть такая, чтобы она открывалась на две стороны, ну, в общем, тоже определенные сложности, поэтому, на мой взгляд, мы имеем просто два технических рисунка и возможность шить куртку либо ту, либо ту. Ну, либо вам идея, как нравится, если шить двустороннюю курточку. На этой страничке парка, парка достаточно свободного силуэта. Сейчас давайте смотреть технический рисунок. Почему говорю свободного? Потому что, посмотрите, на спинке она не приталивается ни кулисками, ничем, просто такая свободная. А впереди есть вот такие подрезы, складки, в них, видимо, прячутся карманы. Закрывается молния на вот такую деталь. Есть еще кармашки нагрудные и капюшон. Капюшон, возможно, отстегивающийся, я и не посмотрела, но в любом случае можно его сделать на молнии, чтобы он отстегивался. И стойка. Мне кажется, все признаки парки здесь присутствуют, но с другой стороны, просто удлиненная куртка. Можно сшить ее на утеплителе, а можно сшить без утеплителя. Мне кажется, здесь в журнале она с утеплителем дана, но с другой стороны, можно сшить, говорю, без утеплителя, как ветровку с подкладом. А можно, кстати, даже без подклада, как ветровку на лето. Ну, вот такие варианты. Классная модель. Шьется, конечно, непросто, потому что очень много деталей, очень много элементов. И технически выполнить, например, опять же, вот такие кармашки, выполнить вот эти все планочки, все аккуратно, безупречно. Потребуется определенная такая концентрация, скажем, навыки. На этом развороте бомбер по сравнению с лонгсливом или с худи, конечно, шьется сложнее. Вся сложность в том, что есть вот эта вот молния по центру, что горловинку как-то нужно обработать, и карманы вот с мешковинами, с точными мешковинами. Бомбер, мне кажется, шьется как, его можно шить как без подклада, но иногда шьют на подкладе такие бомберы. Подклад делают, например, из кулирки, а внешний слой, вот здесь, в данном случае, это капитоний, не будем смотреть технический рисунок, потому что и так, мне кажется, все понятно. Немножко спущено плечо, прямой рукав, манжет по низу рукава, манжет по низу бомбера и воротничок, резинка. Воротничок, манжеты и резинка по низу из контрастной ткани, вернее, из другой ткани, кашкарсе или рибана. Давайте еще посмотрим в журнале таблицу с размерными признаками для подростков-мальчиков. Посмотрите, по размеру идут размерный признак 40, 42, 44, 46, 48. Ростовки даны от размера 40, 164 для размера 42, вот так, для размера 170, 44, 46, 176, 180, 48. Но при этом на лекалах, на каждом лекале предусмотрены линии по росту, корректировка на рост, посмотрите, 150, 152. если ваш мальчик более низкого роста, то я думаю, что на меньших размерах вот эти линии отрисованы. Не посмотрела все, но кое-где видно, что на другой рост. Поэтому, если ваш ребенок достиг 40-го размера и рост 150-152, смело можно шить по этому журналу. На этой страничке идут корректировки, как корректировать, если что-то пошло не так. На этих страничках идут описания пошива. Описания тоже очень краткие. Иногда есть дополнительные, что силуэт, например, прямой рукав, спущенный горловиной на обтачке. То есть, описание такое короткое. Силуэт прямой или силуэт свободный. То есть, вот эта рекомендация по тканям идет, расписана на каждую модель. Мягко говоря, не информативно, но с другой стороны, есть у редакции журнала подписка на YouTube-канале. Давайте посмотрим здесь информацию. Смотрите, я шью, я шью в Инстаграме и ВКонтакте. Вот такие названия журнала. Можете переходить на их сайты и смотреть анонсы следующих выпусков и искать мастер-классы. Ну что, дорогие мамы, мальчиков, подростков, мы закончили листать этот журнал. Думаю, что он вас вдохновил и то, что можно сшить из него, вы точно увидели. Давайте покупать этот журнал, давайте шить из него и продвигать наш российский бренд. Заходите на их сайт на YouTube, я ссылочки оставлю, там есть видео пошива отдельных вещей. На этом сегодня все. С вами была я, Татьяна Шадрина. Вы были у меня на канале Время шить. До встречи в комментариях. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok